В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Езда в общественном транспорте может привести к травмам. Эх, дороги, куда нам до птицы тройки? Снайперы со всего мира собрались в Караганде, чтобы показать свое мастерство. Караганда – областной центр, который гордо именует шахтерской столицей. Качество обслуживания карагандинцев тоже хотелось бы иметь столичные. У нас самый дорогой в Казахстане проезд на общественном транспорте. Но к пассажирам отношения отнюдь неуважительные. В Караганде автобус номер 19 переехал руку мужчине, который не успел выйти из салона. Очевидцы происшествия, которые находились в 19 автобусе, видели, как мужчина оплатил проезд и остался стоять у дверей. Видимо, ему надо было выходить из автобуса на следующей остановке. Было заметно, что он немного выпивший. На остановке таксокомбинат он стал выходить. Не успел он спуститься, как автобус тронулся и поехал. Мужчина упал. Те, кто сидел на заднем сиденье, прямо почувствовали, как колесо проехало по руке. Пассажиры закричали и потребовали, чтобы водитель остановился. Водитель не подождал и не дал человеку нормально выйти, отмечают очевидцы. Мы с вопросами обратились в третий автопарк. Там факт подтверждают, но с оговорками. Пассажир при выходе упал. И при этом получил открытую травму руки. Были такие слухи, что автобус переехал в руку. Мы не подтверждаем, потому что, так как это перелом, они раздроблены костью. Поэтому это при падении может и сам пассажир поранить руку. Однако врачи говорят, что наезд был. И теперь 52-летний Александр Ким может остаться без руки. Непонятно, при выходе с автобуса или заходил автобус, упал, автобус приехал через руку. В доставленном тяжелом состоянии, у больного множественного перелома кисти, запястья. Площадь запястья устава, открытый, раскоченный перелом с уехом кости предплечья, перелом голов в кулачевой кости, локтевая троска. Все задействованы как раз наручную уставную поверхность. Водитель третий год работает в автопарке номер 3 и претензий к нему пока не было. Будем мерку принимать, доплату, увольнение. И тем более сейчас дополнительно идет расследование со стороны отдела дознаний полиции и внутреннего автопарка. И также вот дополнительно проводим инструктаж водительским составом. При поступлении потерпевшему была оказана вся необходимая помощь и противошоковая терапия. Но колесо проехало по кисти и предплечью левой руки. Сохраняется отек в верхней конечности, потому что идет размножение с давлением конечности. Будем попытаться сохранить верхние конечности. Поэтому идет борьба за сохранение верхней конечности. Пока представители автопарка не проведали потерпевшего. Говорят пусть ему немного полегчает. Хотя от своего особого мнения в автопарке номер 3 не отказываются. Водитель подтверждает, что был пассажир в алкогольном состоянии. Также подтверждает и дознание. Вот такой наш карагандинский сервис. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. На городском аксеве с участием первого заместителя Акима Карагандинской области Асылбека Дюсюбаева и Акима города Нурлана Аубакирова остро ставились вопросы ремонта дорог. Наши карагандинские дороги требуют системного подхода. Есть улицы, которые не ремонтировались по 40 лет и больше. 18-й микрорайон Караганды. Здесь ездят разве что экстремалы. Дорога фронтовая, ракадная. Весной и осенью грязи по колено, зимой из сугробов не вылезешь. И так живут карагандинцы около 40 лет. А когда-то здесь, говорят, был асфальт. 43 года уже дорогу никто не делал. КСК взяла, засыпала, не знаю чем она. Разровняла и сказала, что она сделала эту дорогу. Наверное, только так, для замазки глаз. На активе города большие претензии высказывались по поводу отсутствия полной координации проведения ремонтной кампании услугодателями и дорожными службами, осуществляющими подрядные работы. Все это говорит не только о халатности руководителей городских служб, а о полном непонимании той работы, за которую они несут персональную ответственность. Дороги здесь уже с 71 года фактически не делаются. А здесь развезд машин, школа рядом. Ну как можно вот так вот относиться к этому? Все-таки здесь люди, дети ходят, школа рядом. И как видите, все запущено, сломано. Асфальт уже обещают, по-моему, лет пять. Первый заместитель Акима области Асалбек Адусейбаев на активе города подчеркнул, что Акимы районов полностью самоустранились от решения городских проблем. Налицо, что город находится весьма в плачевном и запущенном состоянии. Есть надежда, что после разноса городских служб Асалбеком Адусейбаевым что-то сдвинется и в 18-м микрорайоне. Сергей Высокосов, Олжас Габбасов, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский. 23 июля в 17.00 после регистрации начнутся публичные слушания в городском Асслехате по вопросам наименования и переименования улиц города. Топономический вопрос будут решать сами горожане. Мораторий закончен. Караганда ждет исторических названий своих улиц. Караганда активно строится. Новые микрорайоны продают современный облик городу. А насчет наименования улиц – это веление времени. В основном жители опасаются последующих проблем с пропиской и сменой документов. На самом деле при грамотной работе уполномоченных органов алгоритм смены адреса очень прост. Заинтересованные организации, например, в юстицию и ЦОНы, поступают измененные данные. И собственнику сразу выдается информация с указанием нового адреса. Некоторые улицы в городе не имеют названия, другие просто пронумерованы. Для комфорта самих жителей и экстренных служб, как пожаротушение, медицинское, газовое и других, требуется урегулирование таких, на первый взгляд, мелочей, хотя, по большому счету, это очень важный и значимый вопрос. Наименование и перенаименование составных частей населенного пункта требует времени и соблюдения необходимых процедур. И решающим здесь будет мнение жителей. Всех заинтересованных лиц приглашают поучаствовать в обсуждении важного вопроса. Слушание состоится в городском Маслехате 23 июля. Приходите к 17 часам. Лариса Хусейнова, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Впереди небольшая реклама, не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галлтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система Стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин морозостойкий, надежный, прочный. Управление предпринимательства Карагандинской области совместно с Палатой предпринимателей провели семинар презентацию финансовых продуктов Европейского банка реконструкции и развития для бизнес-сообщества области. Евразийский банк реконструкции и развития – это группа поддержки малого и среднего бизнеса, которая помогает им вновь с найми и оплате услуг консультантов, помогает расти и преуспевать. Благодаря Евразийскому банку развивается бизнес многих предприятий, увеличивается штат сотрудников и обеспечивается доступ к внешнему финансированию. Сегодня ЭБР на данном семинаре презентовали свою программу поддержки малосреднего бизнеса, который осуществляется в рамках банка, и критерии, по которым они финансируют проекты. В основе Европейский банк финансирует крупные инфраструктурные проекты, поддержки малого и среднего бизнеса, они оказывают содействие, чтобы малосредний бизнес мог в себя внедрять систему качества, автоматизацию обваловательных учетов, маркетинг могла проводить, правильно могла отработать свою стратегию развития. Евразийский банк работает в 25 странах Южной и Восточной Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. С 1993 года банк помог более 14 тысячам предприятий получить ноу-хау в управлении бизнесом. У нас есть четко поставленные критерии, с кем, что мы поддерживаем, что мы не поддерживаем. Это критерии, установленные в ДКБ 2020, потому что мы относимся к четвертому направлению этой программы. Ну и плюс есть требования банка, то есть банк не работает напрямую с финансовыми институтами, не работает с производством алкоголя, табака, оружия, то есть такие стандартные требования международных организаций. В Казахстане Евразийский банк с 1998 года помог более тысячи предприятиям получить консультации. Общая сумма донорских вложений составила 14,5 миллионов евро. На данный семинар были приглашены филиалы банков второго уровня, государственные органы, а также более 50 предпринимателей области. В последнее время туристические компании Казахстана пошатнули тур-отдых не на шутку. Теперь желающие выехать по путевкам за рубеж семь раз подумают, стоит ли связываться с той или иной фирмой. Туристический бизнес понес еще одну утрату. В Караганде менеджер тур-компании продала поддельные путевки более чем на 1 миллион тенге. Казыбекбийским районным судом города Караганды рассмотрено уголовное дело в отношении менеджера туристической компании, обвиняемой в совершении мошенничества в крупном размере, сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда. Некая гражданка, работая менеджером ТО Comfort Travel Company, путем обмана и злоупотребления, доверием получила лично денежные средства, представив подложную документацию по туристическим путевкам в Турцию. Помимо этого, проходя стажировку в ТО Квинтур, не имея на то права обвиняемая, выписала авиабилеты на мнимых пассажиров, причинив тем самым ТО Квинтур материальный ущерб на общую сумму около 500 тысяч тенге. Приговором Казыбекбийского районного суда города Караганды женщина признана виновной, и ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В связи с беременностью подсудимой лишение свободы отсрочено на один год. Пуля покажет сильнейшего. В Караганде прошли международные соревнования снайперов Алтынукэ. Для участия в столь масштабных состязаниях собрались лучшие стрелки подразделений специального назначения Казахстана, России, США, Пакистана, Ярдани и Великобритании. Всего участвовало 20 команд. Данные соревнования можно охарактеризовать как Центрально-Азиатский форум снайперского искусства, где собрались лучшие снайперы не только Центральной Азии, но и всего мира. В этом году состязания проводятся в пятый раз и имеют международный статус. С каждым годом требования возрастают. В течение пяти дней, несмотря на погодные условия, профессиональные снайперы готовы были показать высокий результат. Соревнования снайперов считаются наиболее сложными, и в них выступают только подготовленные стрелки, самые подготовленные стрелки. Все участники являются действующими сотрудниками и военнослужащими силовых ведомств. Все внимание будет направлено на демонстрацию имя своего опыта, терпения, самоотдачи, физической выносливости, хладнокровия и материально-технической оснащенности. Ежегодно все больше стран извеляет желание посостязаться с казахстанскими снайперами. В этом году 13 отечественных команд будут защищать честь страны. Высокая организация состязаний, профессионализм участников, а также обмен опытом подняли соревнования на мировой уровень. Сегодня все участники могли больше узнать о современных методах и технических приемах снайперского искусства. Об этом говорят и организаторы соревнования. Очень много видов оружия, но, как правило, считается, винтовка – это инструмент, а сам стрелок – это оружие. Поэтому многое зависит от стрелка, от его подготовки. Впереди еще три дня соревнований. Стрелки какой страны окажутся лучшими, узнаем по окончании состязания. Гульнур Жакен, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Департамент финансовой полиции Карагандинской области в спортивном комплексе «Тулпар» провел финальное соревнование среди сотрудников органов финансовой полиции Республики Казахстан по мини-футболу. Пропаганда здорового образа жизни, а также спорта, футбола, в частности, укрепление дружеских связей. Эти задачи ставил турнир, посвященный 20-летию финансовой полиции Казахстана. Соревнования, приуроченные к 20-летию со дня образования органов финансовой полиции, в лично командном первенстве проводились в городах Калды-Кургане, Павлодаре, Актау и Астане. В результате в финал вышло шесть команд. Агентство финансовой полиции Республики Казахстан, департамент по городу Астане, Алматинской, Казахстанской, Атыраусской и Карагандинской областей. В результате финальных соревнований, которые проходили в Караганде в спорткомплексе «Тулпар», победу одержала команда департамента Алматинской области. Второе место заняла команда департамента Атыраусской области. Третье – команда департамента Кастанайской области. Кроме того, были определены лучший вратарь Егеубеков Ерлана Тараусская область, лучший защитник Рахманов Уркен Кастанайская область, лучший нападающий Дасумов Манат Алматинская область. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго, Аман Сау Болгсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова